Рассказ одного израильского режиссера и сценариста. Меня он очень коснулся, когда я с ним познакомился. Я хочу, чтобы он также коснулся вас. И вот этот израильский режиссер, сценарист пишет. Я учу студентов, учу их писать. Могу научить любого, было бы желание. Но попалась мне Михаль, чему я мог научить ее. После первого года обучения фильм «Михаль» послали на фестиваль в Венецию. А сценарий полнометражного фильма взяли для постановки в Англии. Она была уверена в себе, чуть свысока слушала мои лекции, но не пропускала ни одной. И мне это льстило. И вот как-то при мне она унизила другую девочку. Самую тихую в классе. Эсти. Та подошла к ней посоветоваться. И вдруг слышу, Михаль ей говорит. Ты зря теряешь время. Лучше тебе это сейчас понять, чем позже. Я замер. Михаль увидела меня, но не смутилась. Эсти не должна жить в иллюзиях, сказала она, так, чтобы все слышали. Она не умеет писать. У нее нет никаких шансов стать сценаристом. Извинись перед ней, сказал я. Еле сдерживался. И не подумаю, ответила Михаль. Не помню, как довел я урок до конца. Не знаю, почему не удалил ее из класса. Вышел, не прощаясь. Меня завело все. И высокомерие, Михаль. И покорность, Эсти. И молчание всего класса. Через несколько занятий я уже понял однозначно. Михаль больна. Она не чувствует боли других. Но из Эсти выяснилось. Оказалось, что ее по блату поместили в этот класс проректор. Поэтому к ней не было особого сочувствия. И вот прошли две недели. Наступил день катастрофы. День памяти Холокост. И выпадает мне в этот день преподавать. Сидят предо мною будущие режиссеры и сценаристы. Приготовил я им 20 конвертов, в которых вложил задания. Каждый вытаскивает себе конверт, как в лотерее. И должен расписать ситуацию, которую я задал. Вытащили, начали писать. Смотрю на Михаль. Сидит, читает задания. Сначала взгляд, как всегда, чуть снисходительный. Потом вдруг оглядывается, поправляет волосы, вздыхает. На нее не похоже. Проходит несколько минут, молчит, не двигается. Вдруг поднимает руку. Да, говорю. Могу я заменить это упражнение? Я говорю, пожалуйста. Она протягивает мне конверт, я и другой. Она берет его, собирается раскрыть, но останавливается. Нет, я не хочу менять, говорит. Да, я решила. Я останусь с этим, с первым. И вот с этого момента на моих глазах начинает раскручиваться, ну, просто кино. Она сначала начинает быстро писать, потом останавливается. Смотрит на лист. По глазам вижу, не читает. Просто смотрит на лист. Вдруг начинает его рвать. Я подошел к ней. Все-таки волнуюсь. Михаль, тебе помочь? Нет, говорит. Спасибо. А в глазах слезы. Это меня поразило. Я думал, скорее камни заплачут, чем Михаль. Что же я ей такого дал, думаю. Беру ее задание. Читаю. Последняя ночь в варшавском гетто. Всех на завтра вывозят на уничтожение. Об этом знают в семье, в которой есть два мальчика, двойняшки. Родители безумно их любят и сходят с ума, не зная, как спасти. Вдруг ночью приходит поляк, мусорщик, и он говорит им, что может вывезти в мусорном баке одного ребенка, но только одного. Он уходит, чтобы вернуться в пять утра. И вот идет эта ночь, когда они должны решить, кого же спасать. Через сорок пять минут перед Михаль лежат два листа, исписанные убористым почерком, практически без помарок. Прочитай, говорю ей. Она начинает читать. И встает перед нами ночь, в течение которой сидеют отец и мать, решая, кого спасти. Этого, который теплый и ласковый Янкель, или того, который грустный, одинокий, Мойше. Михаль читает ровно, почти бесчувственно. В классе мертвая тишина. Когда такое было? Она читает о том, как сидят, прижавшись друг к другу родители, и шепчут, чтобы, не дай бог, не услышали дети. Вначале не понимая, как можно их разделить. Ведь они неразделимы. Нельзя этого сделать. А потом понимает, что никуда они не денутся. Что обязаны выбрать одного, чтобы жил он. Так кого же отправить? Кого? Янкеля теплого, ласкового, у которого обязательно будет семья, много детей и внуков. Или Мойше, грустного, одинокого, не такого умного, у которого будет больше будущее. Он же как Эйнштейн наш Мойше, большое будущее. Они не знают, что решить. Они сходят с ума, плачут, молчат, снова говорят. А время безжалостно, оно не стоит. Стрелка, передвигаясь, отдается в сердце. Каждая секунда отдается в сердце. Хочется сломать секундную стрелку, но это ничего не изменит. Вот так время приближается к пяти. И вдруг муж замечает прядь седых волос на виске у жены. Раньше ее не было. Он гладит ее по волосам и говорит. Я хочу, чтобы он вывез тебя. Она вздрагивает. Она видит в его глазах отражение предрассветного неба. Ты еще родишь много детей, говорит он. Я хочу, чтобы ты жила. Она видит, что руки его дрожат. И говорит. Как же я смогу жить без тебя? Они молчат безрассудно долго, ведь время уходит. И вдруг она говорит. Я знаю, что мы сделаем. Что? Его голос не слышен, только губы шевелятся. Мы бросим жребий. Ты напишешь имена, а я вытяну жребий. Так они и делают. Очень медленно, но понимаешь, что вот-вот часы пробьют пять, и появится этот человек, поляк. И надо будет расставаться. С Мойшей или с Янкелем. С кем? В классе никто не дышит. Пахамехель читает. Мы видим каждую деталь, так как это написано. Дрожащие руки матери, его руку, держащую огрызок карандаша. Вот он выводит имена своих детей. И мы видим, как опускается рука внутри шляпы, нащупывает одну из записок. Эту, нет, эту. Но время неумолимо, и Бог неизвестно где, потому что слышится стук в дверь. Это пришел он, ненавидимый ими, и самый желанный, убийца и спаситель, поляк, мусорщик. И она вытаскивает записку и разжимает руку. Мойша, шепчет она. Он первый видит имя, потому что у нее закрыты глаза. Мойша, повторяет она. И они оба смотрят туда, в угол комнаты, где спят их любимые дети. И вдруг видят, как красив Янкель, обнявший Мойша во сне. Стук повторяется. Муж с трудом встает, идет открывать дверь. В дверях поляк, молчит, все понимает. Мы сейчас оденем его, говорит муж. Сам подходит к кровати, осторожно разнимает братьев. Так, чтобы Янкель не проснулся, берет Мойша на руки, одевает его. Муж все делает сам. И вот уже не проснувшийся толком Мойше передается в руки поляка. И тут только она понимает, что это навсегда. И не сдерживает крика, бросается к своему ребенку, просит его. Ты только живи, Мойша, но помни о нас. Муж пытается оторвать ее от ребенка, шепчет поляку. Забирай, забирай его. Дальше все происходит без заминки. Поляк без труда переходит все посты и проверки. А когда оказывается за стеной в надежном месте, где его никто не может видеть, он раздвигает мешки с мусором, приоткрывает крышку, которую тщательно укрыл мальчика так, чтобы только мог дышать. И говорит, ну, вылезай, приехали. Но никто не шевелится, там тишина. Не заснули. Или, не дай бог, задохнулся. Поляк раскурочивает все. Нет ребенка. Как так? Он оглядывается, он испуган, сбит с толку, понимает, что этого не может, что этого быть не может. Но так есть. Муж и жена сидят, застывшие над спящим Янкелем. Что сказать ему, когда проснется? Кто-то царапается в дверь и обрывается ее сердце. И что-то переворачивается в нем, потому что так может стучать только один человек и никто другой. В дверях стоит Мойша. Он улыбается, их грустный Мойша, и говорит, я подумал и все взвесил, и я не могу без Янкеля. Михаль заканчивает читать на этом месте. Такой тишины в классе я никогда не слышал. Такого текста, написанного за 45 минут, я не помню. Михаль сказала, дальше я не знаю, что писать. Кто-то всхлипнул, кто-то явно плакал. Самые мужественные сидели с красными глазами. Это было похлеще тех парадов, минут молчания, скорби, всего. В классе билось одно тоскующее сердце. Не было безразличных. И тут произошло то, ради чего, собственно, я и пишу эту историю. Михаль вдруг встала и направилась в угол класса. Она шла к Эсти. Я понял это не сразу, но она шла к зареванной Эсти. И походу сама не могла сдержаться. Эсти встала ей навстречу. Михаль обхватила Эсти. Она была статная, высокая, на каблуках. А Эсти маленькая, похожая на мышь. И вот они стояли так, обнявшись перед всем классом. И Михаль громко сказала, так, чтобы слышали все. Я умоляю, прости меня. Эсти что-то прошуршало испуганное. Никто и не услышал, что. А Михаль добавила, теперь уже глядя на меня. Простите меня и вы, если можете. Я такая дрянь. Короче, это был денек. Не помню таких больше. Он промыл нас всех. Прочистил, продраил и все изменил. И я понял, нельзя никого списывать со счетов. В каждом живет эта искра, называемая искра любви или точка в сердце. Прикрытая слоем грязи, бесчувствия, гордыни и всего, чего мы натаскали за свою жизнь. И вдруг тикают часики, поднимается волшебная палочка и хоп, прорывается из нас человек. Пришло ему время родиться и полюбить. Вот такой рассказ написал один израильский режиссер и сценарист на основании своего преподавания будущим режиссером и сценаристом. И вы знаете, вот для чего необходимо помнить эти дни? Потому что вот порой вот в этой суете, в постоянных делах мы легко становимся бесчувственными. А это опасное состояние, потому что мы как бы в бытовом уровне начинаем часто унижать друг друга, пренебрегать друг другом, свысока друг к другу относимся. Даже мы, христиане, мы верующие, бывают настолько высокомерны, настолько горделивы, настолько унижаем, обижаем друг друга и не понимаем, что вот это высокомерие, оно приводит к страшным вещам. Ведь в принципе, что такое Холокост? А это вот результат высокомерия. Как Бог говорит, что в вашем сердце? Лукавое сердце человеческое, кровь не испорчена. Кто узнает, что в нем? По делам и по плодам можно узнать, что находится в нашем сердце. Вот этот Холокост, он раскрыл, как много тьмы в нашем сердце. Если с этим не работать, если об этом не думать, если этим пренебрегать, то мы начинаем вести себя безумно друг с другом, конкурируем, отталкиваем друг друга локтями, идем порой по головам, и в конце концов это может дойти до ужасающих вещей, как в 20 веке, таким ужасающей вещью стал Холокост. Очень важно, чтобы мы об этом помнили, не только для того, чтобы молиться, благословить Израиль, а мы помолимся сейчас, мы благословим Израиль, потому что ведь возникновение государства Израиль в 1948 году, это было прямое следствие Холокоста, когда весь мир увидел, что этому народу необходима своя страна, потому что за время Второй мировой войны они потеряли около трети своего народа. Треть евреев было уничтожено, было создано государство Израиль в 1948 году, и у евреев сегодня есть своя страна, есть место, где они могут жить полноценно, как полноценные граждане. И мы молимся, и благословляем Израиль, молимся, и благословляем, и самое важное, мы должны смотреть за своими сердцами в это время, не просто с точки зрения истории, что когда-то было, где-то произошло, но и в нашем сердце, потому что эти ужасы, они ведь могут произойти в любой точке мира, там, где есть человеческое сердце. Дьявол всегда пытается туда посеять свои горькие семена, высокомерие, превозношение, злоба, агрессия, и это порой может взойти и принести такие ужасающие плоды, такие ужасающие результаты, что спустя десятилетия, вот сегодня, вспоминаем об этом, читаем об этом, смотрим фотографии этого и не верится, ну как такое могло быть? А ведь все это происходило не в средние века, не в древнем рабовладельческом мире, все это происходило менее ста лет назад, в одной из самых просвещенных стран Европы. В Германии это происходило, в стране величайшей культуры, в стране Вагнера, в стране много величайших композиторов немецких, почти все, там музыка, Бах, Бетховен, Гендель, немцы, в стране величайших философов, Кантов, Гегеля, да, в стране величайшей индустрии, вот, произошло такое, когда мы не следим за своими сердцами, что там происходит, кто работает с нашим сердцем, кто сеет что в наше сердце, поэтому Священное Писание говорит более всего хранимого, храни сердце, что туда проникает, какие идеи проникают в твое сердце, что там прорастать начинают, да, чтобы мы следили за своим сердцем и не давали, кому не попадя, сеять туда, внедрять в нас всевозможные безумные вещи, безумные вещи, чтобы действительности драгоценные, ведь в каждом поколении дьявол пытается что-то негативное совершить, сеять свою ненависть, и одним из этих семен, это вот нацистские семена, да, фашистские семена, когда люди совершают безумство, не осознавая, не понимая, как в каком-то бреду, в таком духовном опьянении совершается, потом, когда наступает прозрение, потом, когда наступает, вот это все заканчивается, люди с ужасом видят, что натворили, что, как вот пьяный, да, который с утра смотрит, что натворил там он вчера, когда ничего не понимал, вот так же бывают пьяны целые нации, целые народы могут быть пьяны, совершая ужасающие вещи, поэтому необходимо помнить о том, что было, и следить за своим сердцем, чтобы эта тьма не проникла в нас, чтобы эта тьма не вошла в нас, чтобы воистину, что бы ни было в мире, что бы ни происходило, но над нашими сердцами работает Бог и Его Святой Дух. И все это скажут. Аминь.